Привет, меня зовут Ян, я региональный менеджер биржи Офикс. Сегодня я беру интервью у одного из спикеров нашего крипто-тура по Украине, Игоря Пороха. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Ян. Расскажите, пожалуйста, о себе, как вы пришли в крипторынок и чем сейчас занимаетесь? В 2016, нет, даже сделаю поправочку, я первый раз услышал о биткоине в 2014 году, он тогда стоил еще 330 долларов, я посмотрел на него, причем где-то неделю наблюдал за ним, но как-то спасал участвовать. В 2014 году я занимался очень плотно фондовой биржей, торговал через United Traders на Nasdaq, а вот в 2016 году я все больше увидел информации о биткоине, на приватбанке даже была значок и стоимость курса биткоина, тогда он стоил около 70 долларов. Пришла ко мне моя подруга и говорит, слушай, Игорь, желаю купить биткоинов. Можешь мне помочь? Я говорю, ну, конечно, говорю. Вот, я ей помог купить биткоины, мы начали их покупать альткоины, потом ко мне начали обращаться, мои друзья спрашивали касательно, что такое криптовалюта, как научиться торговать, поскольку у меня уже был опыт 2 года торговли на фондовой бирже. Я проанализировал, рассказал одним, вторым, взял за это деньги, еще там провел несколько обучений и понял, что людям это интересно и набирает обороты. И в 2017 году, где-то ближе к сентябрю месяца, я стал CEO сообщества iTuber, и мы, в принципе, одни из первых на пространствах русского сообщества в странах СНГ начали проводить обучение по криптовалютам, по блокчейну, что это такое, с чем это едят. И, в принципе, очень больших оборотов мы набрали. У нас подписчиков было около 75 тысяч на YouTube. И очень хорошо разобрались в этой теме и доносили эту информацию на территории СНГ. А сейчас вы занимаетесь только трейдингом? У меня консалтинг-компания, которая занимается подготовкой к питчингу, упаковке проектов, которые относятся к блокчейн-технологиям. И очень плотно мы занимаемся арбитражной торговлей, уже более 14 месяцев мы работаем. И мы еще упорно занимаемся алгоритмическим трейдингом. Уже третий месяц у нас идет бета-тестирование наших алгоритмов, поскольку мы поняли, что работать руками – это, конечно, хорошо, интересно. Но, видите, я полосел, и у меня еще борода седая. Поэтому я понял, что пора переходить на механику, на алгоритмы. Мы уже разработали пять стратегий. И, в принципе, дело в том, что весь фондовый рынок, более 80% торгуется алгоритмами. И это уже понемногу приходит на крипторынок. Ну и мы как раз-таки следуем тренду. Скажите, а трейдер – это профессия или призвание? Каждый может научиться торговать? Это профессия. Да, это профессия. Это точно не призвание. Может каждый научиться, мужчина или девушка. Разницы нет. Здесь важно понимать психологию. Вот здесь вот лучше понять психотип человека. Трейдинг для всех, но не все для трейдинга. Я вот так вот скажу. Почему? Потому что есть банально человеческий состав. Человек состоит из чего-то, какой-то набор его психотипа, его харизмы, характера, его реакции, эмоционального состояния. Исходя из этого набора, исходя из этого борща, уже можно понять, человек готов для того, чтобы освоить эту профессию. Или он сломается через какое-то время. А как вы относитесь к закону, который собираются принять о криптовалютах в Украине? Вы готовы платить налог с криптотренинга? Сто процентов. Сто процентов готов. И давно уже пора было бы об этом заговорить и работать. Почему? Потому что я с удовольствием готов платить налоги, чтобы спокойно выводить средства на свои кредитные карточки и не переживать, что потом придется еще кому-то что-то объяснять и доказывать. В 2008 году произошла такая очень интересная вещь. После финансового кризиса возник биткоин. Как вы думаете, что произойдет после финансового кризиса 2020 года? Я скажу честно, опять-таки скажу лично за себя, мое личное субъективное мнение, что может быть. Я предполагаю, что очень сильно урегулирует рынок криптовалюты, прям очень сильно урегулирует, и появятся определенные стандарты. И те биржи, которые есть на сегодняшний день, биржи OKEX, скорее всего, нужно будет соответствовать стандартам, не знаю, какие-то лицензии или какие-то еще, что может придумать G20 или G7, или кто там будет выпускать эту регуляцию. Я, скорее всего, предполагаю, будет очень большое количество стандартов введены на деятельность касательно криптовалюты и блокчейн-технологий. Я предполагаю. Что еще может дать кризис? Я не скажу, что я очень крутой финансовый аналитик, скажем так, всего рынка, что может произойти, как это повлияет на макроэкономику, микроэкономику, в странах мира в целом. Буду говорить чисто за крипто, потому что я больше в этом заинтересован. Мое видение, что будет развитие, это будет как третий рынок. Первый рынок это Forex у нас был, второй рынок появился, это фондовая биржа. И третий рынок, скорее всего, это будет криптовалютный рынок, поскольку институционалы, в принципе, интересно взяли за рынок и фьючерсная торговля, поставочные фьючерсы. Поэтому, я думаю, все-таки будет развиваться этот. Если говорить о регулировании, которое вы прогнозируете в следующем году, а что тогда с анонимными монетами, которые полностью, условно говоря, децентрализованы, и вообще ни лицензии, ничего близко нет, это просто что-то неизвестное в плане бумаг? Я думаю, они все-таки будут ходить. Я все-таки думаю, что, как говорится, black market он был, он есть, он никуда не делся, и, скорее всего, он будет использоваться. Здесь уже вопрос будет в том, насколько те или иные биржи будут принимать эти монеты у себя торговаться. То есть, возможно, допустим, те же монеты, как Zcash, которые считаются анонимными Monero, может быть, они не будут торговаться на биржах, в которых будут какие-то стандарты введены. То есть, к примеру, я предполагаю, допустим, биржа скажет, значит, вы можете у себя располагать эти монеты, а эти анонимные располагать не можете до тех пор, пока они не дадут полную информацию, допустим, на кошельках. Ну, скорее всего. То есть, они будут существовать, но за счет этой жесткой регуляции значительно усложнится именно момент покупки и обмена. Да, но это, скорее всего, мое такое мнение, я так вижу. Окей, давайте тогда посмотрим на это с другой стороны. Верите ли вы в криптореволюцию? Криптореволюцию... Скажу честно, я не буду скрывать, я один из тех, кто верил в криптореволюцию в 17-м году, начало 18-го, когда капитализация доходила до 800 миллиардов долларов. Я думал, что вот, сейчас что-то будет такое. Но потом, когда я увидел, как жестко включились институционалы в эту игру, создание своих стейблкоинов, своих бирж, бак, тот же самый СМИЕ, СИБОЕ, я понял, что вопрос просто в том, что наш мир настолько материален, что нам приходится эти биткоины конвертировать в кэш. К сожалению, мы сегодня еще не можем 100% оплачивать свои материальные вещи за биткоин. То есть я не могу пойти оплатить за кофе, за хлеб, за колбасу, за молоко, за проживание, за коммуналку, за проезд. Когда будет возможность оплачивать любой криптой и прям везде. То есть если вдруг в какой-то момент государство, не знаю, там Украина, Россия, страны СНГ, там Америка, ведут национальную криптовалюту, и можно будет везде оплачивать за криптовалютой, тогда да, тогда может быть такое получится. Прям может быть такое, что можно будет биток на какой-то бирже обменять за национальную криптовалюту и везде оплачивать, тогда да, о революции можем говорить. Пока мы меняем биткоин на бумажную гривну или доллар, или рубль, мы очень сильно зависим от регуляторов, от институциональных игроков. Поэтому пока о революции речи быть не может. Ну, если уже говорить о выводе в кэш, то что мы в любом случае все пользуемся так называемым кэшем, в любом случае мы видим, что в общей массе мир движется к цифровым деньгам, то есть мы уже меньше платим налом, мы больше платим картами, делаем переводы циферок, а не уже деньги из рук в руки передаем и так далее. То есть вопрос именно в том, что придут виртуальные деньги, только они будут просто основаны, то есть это будет криптовалюта, она будет основана на другой технологии, которая изначально будет более безопасна. и уже от этого, от всего будет исходить блокчейн-технологии в базах и так далее. То есть вопрос именно в том, как скоро и вообще, то есть увидите ли вы в ближайшем будущем революцию именно в таком смысле, что конкретные страны начнут выпускать свои криптовалюты, там стейбл, не стейбл и так далее. Ян, вот знаете, ну, говорят в народе, что мы слишком переоценим, что будет через 15 лет, но мы очень сильно недооценим то, что будет через 5 лет. Скорее всего, скорее всего, мы, я с вами абсолютно согласен, мы движемся в сторону диджитала, и Китай уже заговорил о том, что создает свою криптовалюту, и Libra там уже нашумела очень сильно по всему миру о своей криптовалюте, да, и Америка, скорее всего, будет в эту сторону двигаться, и G20, я уже слышал об этом, но ведут разговоры, чтобы вводить какую-то единую криптовалюту, поскольку, ну, они переживают этого, они переживают, почему? Потому что по факту запретить они-то этого не могут, почему? Потому что здесь ничего плохого нету. Все, кто желает выпустить криптоактивы, они готовы, говорят, мы готовы регулироваться, дайте нам там KYC, IML, что там нужно заполнить, какие там стандарты, мы готовы, то есть дайте. И они уже не знают, что придумать, чтобы как-то это все запретить. Они понимают, что нужно играть по этому рынку. Поэтому, да, я абсолютно с вами согласен, криптовалютные стабелкоины, они, скорее всего, будут, потому что без них реально никак. Почему? Потому что оплачивать биткоинами, мерчантам, ну, как бы стремно принимать. Почему? Потому что сегодня биткоин стоит там 9400, зато он уже стоит там 9000, да, допустим, или наоборот там 10100. Есть какая-то, ну, нестабильность. К тезеру есть своих ряд вопросов, поэтому какой-то стабелкоин, который гарантирует или государство, или какой-то банк, ну, важно его внедрить. И тогда уже после этого можно говорить о том, что мы полностью диджитализируемся и перейдем. По поводу того, что мы сегодня оплачиваем все там Apple Pay, или там Google Pay, все это прям виртуально, 100%. Но это все очень жестко контролируется. Любой банк знает, куда отправлены деньги, с чьей карточки, на чью карточку, куда это идет. Это все, все это видно. И они так играют. И они нас приучили к этому. И они ввели такие стандарты. До тех пор, пока есть вот такие стандарты, мы будем играть по их правилам, то, скорее всего, нам нужно этим правилам же и соответствовать. Может ли что-то измениться? Скорее всего, может. Вот прям, скорее всего, может. Возможно, это будет даже через 5 лет. Возможно, в 2025 мы с вами, Ян, сядем и скажем, мы с вами когда-то обсуждали в 2019 году, прогнозировали, вот сегодня 25-й год, и вот что мы видим. Это было бы, кстати, очень интересно на самом деле. Считаете ли вы, что уже существуют технологии, может быть, уже готовые криптовалюты, которые способны выполнять эту функцию? Ну, то есть иметь как минимум допустимое, точнее, достаточное, количество транзакций пропускающих. Вопрос следующий. Мы говорим о стеблпоинах или мы говорим о криптовалютах, которые уже существуют? Ну, я думаю, о тех, которые уже существуют, то есть, чтобы не создавать что-то новое. Есть ли уже что-то, что, ну, то есть, это вопрос, наверное, не столько про то, чтобы там какая-то страна взяла и применила это, но, вот именно с вашей точки зрения, есть ли уже какой-то проект, который может позволить вот делать то, чего не может делать биток, скажем так? Ну, по факту, биток может делать многое. Биток может делать многое, он может и даже ICO проводить, он может, и там внедрена система Latin Network, и оплату делать по секунду, и транзакции очень быстро, то есть, делать может все. Но здесь вопрос в том, насколько регуляторы, насколько все, кто лицензирует деятельность и ведут эту регуляцию, готовы принимать биткоин везде, или же они скажут, так, господа, вы можете оплачивать биткоином, но конвертируете через вот наш вот этот вот стейблкоин. То есть, вот можете делать все, что угодно, но вот стейблкоин, через него вы все проводите, и все это проходит. Вот что сделали сейчас биржа Бакт, да, вот эта вот, которая урегулирована, которую все ждали. Между прочим, там пару дней назад был гигантский объем, там более 721 биткоинов проторговали за день, и мы увидели такой вот резкий скачок. Там сказано, что Бакт уже практически договорился с сетью кофейн Starbucks, о том, что они будут принимать оплату в биткоинах. Скорее всего, я так понимаю, что Бакт выступает некой прокладой, между оплатами, которые будет осуществлять человек. Все это переводится на счета Бакта, а Бакт отдает фиатам, получается, Starbucks. Ну, скорее всего, я так предполагаю, это будет выглядеть. Почему? Потому что Бакт, ну, Starbucks, он не готов принимать. Да, 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 он готов, скажем, как бы окей оплачивать, да, но вы мне, давайте все равно мой кэш. Скорее всего, вот так вот это будет. Окей. Я в конце хотел бы пригласить наших зрителей на мероприятия, на которых вы будете выступать. Расскажите, пожалуйста, о том, в каких городах вы будете и о чем вы будете рассказывать. Поездка будет проходить по нескольких городах нашей славной Украины. Это будет Харьков, это будет Днепр, это будет Одесса, Винница и Киев. Расписание, я так понимаю, все равно приложим к этому видео. Там внизу будет, скорее всего, это расписание, вы сможете посмотреть. Моя тема будет касаться криптотрейдинга. Название темы очень интересное. Это алгоритмическая торговля против ручной торговли. Мы поговорим о выгодах. Во всем есть цена и выгода. То есть у каждого стиля торговли, это ручная или это алгоритмическая торговля, есть цена. Это все есть выгоды. Вот мы поговорим о плюсах и минусах одной и второй стратегии, когда ее лучше использовать, когда лучше не использовать, когда она наиболее профитная, какие есть риски. Об этих вещах поговорим на этих семинарах. Супер. Спасибо вам за ваше время. Еще раз хочу пригласить всех на мероприятие, чтобы пообщаться с Игорем и не только с ним. послушать много интересных спикеров и пообщаться с комьюнити. Благодарю, Ян. До встречи со всеми на турне, которое проводит биржа OKEX. Я буду рад вас видеть, опять на ваши вопросы. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok